А можно ли присоединиться к вам, если не очень умеешь рисовать? Да, конечно. У нас нет на самом деле лицензии какого-то по профессиональному качеству. Мы, в принципе, приглашаем людей, которые любят рисовать. Более того, большинство людей, которые говорят, что не умеют рисовать, они удивляют гораздо чаще, чем те, которые говорят, что умеют. Гораздо меньше каких-то законов по поводу того, что можно, а что нельзя делать. Ага. А если у вас есть вопросы, как-то покажите нам. Это, да. Оля. Саша, мой друг Леонид говорит, что ваши люди из скетчинг-лаба так и женщин клеят. Скажите, это правда, когда они рисуют? Я даже не знаю, что сказать. Дело в том, что участники скетчинг-лаба могли бы клеить женщин, если большинство из них не являлось женщинами. В этом, наверное, и есть тонкий момент. Мало ли таких вам женщин. Кто хочет еще задать вопросы иллюстратору Сашу Поквалину? Саш, а что может быть нового и неожиданного? Вот ты сам узнал про город. Ну, я уже сказал, например, про... Вообще, я, ну, с одной стороны, я люблю ходить по городу, с другой стороны, это обычно какие-то проверенные маршруты. А тут нам приходится каждый раз выбирать какие-то новые истории. И, ну, например, я никогда не был до этого в Екатерининском парке. Даже. Оказалось, что там совершенно прекрасный пруд и вообще очень приятно. А что еще? Ну, я говорю, что, когда ты рисуешь, то ты начинаешь по-другому относиться даже к вещам достаточно знакомого. Там были, например, рисунки из Кузнецкого моста. И, ну, то есть ты начинаешь рисовать, там, например, кафе Камчатка. И ты обращаешь внимание совершенно не на те вещи, на которые ты обращаешь внимание, когда приходишь туда выпить. Например? Ну, там у них достаточно интересно витрины сделаны. То есть ты смотришь на окрестные дома, смотришь там, как свет, как свет распределяется. Ну, вот здание, которое, собственно, здание, в котором был клуб Мост, оно суперинтересное, ну, вот, с точки зрения архитектурной. То есть ты как бы, ты как будто рисуешь портрет здания. И у нас есть вопрос. А по каким параметрам выбираете места? Честно говоря, я не могу с уверенностью ответить на этот вопрос. Ну, то есть кто-то замечает какие-то интересные истории и говорит, блин, было бы неплохо пойти туда порисовать. Мы обсуждаем это и просто выбираем. То есть, ну, например, там что-то все время приходит, ну, «Красный октябрь». Он появился, потому что я просто проходил там и увидел вот эти вот нагромождения там всего-всего в места, куда, ну, обычно не заходишь. Поэтому, ну, вот, собственно, у нас нет конкретных критериев, это просто какие-то места, которые кому-то интересны. А что вы делаете с человеком, который рисует не на Малескине? А у нас никто не рисует на Малескине. Да поэтому мы еще не решили. Ну, а я думаю, что... Артемий Лебедев время от времени в экспедиции свои... Маленький вопрос, да? Да, маленький, да. Мне просто интересно, куда потом вот эти сами картины деваются, как-то где-то их выставляете или, может, там, раздариваете? I'm glad that you asked. Эти картины можно применить? Ну, пока нет, но у нас в этом году внезапно состоялась первая выставка клуба. Она прошла в кофейне Лес, а вообще каждую, ну, почти каждую неделю у нас происходит публикация на сайте The Village, где публикуются избранные работы участников клуба. Так что заходите туда. Саша похвален. И, Саша, я вот забыла это сделать с Женей на сцене, и потом, собственно, вручила ей бэкстейдж, а вам здесь сейчас вот вам книжка, которая называется «Экономика всего» от издательства «Манга Иванова и Фербера». Надеюсь, что она, кажется, будет для вас интересной и полезной. Саша.